Помните, как вы впервые страдали из-за разбитого сердца? Абсолютное отчаяние, боль, ощущение, что жизнь идет не туда, и вы никогда больше не встретите никого такого же прекрасного. Для вас все кончено. Конечно, возможно, все было иначе, я не настаиваю. Возможно, вы чувствовали злость и раздражение от того, что любимый вами человек оказался не таким, ну, мягко говоря, хорошим. В итоге все проходит, жизнь возвращается в свое русло, и мы вспоминаем обо всем с улыбкой. Если у вас было не так, поделитесь с нами в комментариях своей истории. Это я все к чему. Несчастная любовь порой толкает на безумные и необдуманные поступки. Иногда она меняет человека. Бывает, что кардинально. Жил в 15 веке в Италии один мужчина, которого отказ возлюбленный очень изменил. Он ушел в монастырь, закрылся в себе, а потом чуть не уничтожил прекрасную, цветущую, радостную эпоху Возрождения. С вами Артификс. И сегодня вы узнаете о человеке, который стал предшественником Мартина Лютера. Вы увидите костры тщеславия, полыхающие во Флоренции, и борьбу с роскошью и развратом. Почему Сандро Боттичелли хотел сжечь свои картины? Где должен был находиться новый Иерусалим? Как людей грабила полиция нравов и кто им это позволил? Устраивайтесь поудобнее. Это выпуск о том, кто возомнил себя Богом. Видели хоть раз Моне Лизу, картину Леонардо? Конечно, видели. А это Санта-Мария дель Фьоре, один из самых известных соборов в мире. Его легендарный купол построил Филиппо Брунеллески. Это шедевры Боттичелли, а вот головокружительная работа Микеланджело. Здесь у нас Сикстинская Мадонна Рафаэля. Все это лучшие произведения мирового искусства. Знаете, что их объединяет? Эпоха Возрождения. Она началась в 14 веке во Флоренции. Это был один из важнейших центров мировой торговли, экономики, политики. Оттуда распространялась мода на античность и светское искусство. Там создавались первые шедевры, с которых начиналась вся европейская культура. Возрождение – это абсолютный рассвет науки и искусства. Но появился один необычный человек, и в результате стечения обстоятельств и его действий Флоренция откатилась назад в Средневековье и уже не смогла вернуть свои лидерские позиции в новой эпохе. Кем же он был? Знакомьтесь. Джиролама Савонаролла. Он родился в 1452 году в Ферраре. Не в машине на полной скорости, а просто город такой есть. Его семья была очень знатной, но давно потеряла все свои замки и земли. Предки Савонароллы жили собственным трудом. И у них это неплохо получалось. Его дед стал известным врачом, а отец – богатым купцом и менялой. Семья с детства готовила Джиролама к медицине. Дед-медик внука очень любил и привил парню любовь к священному писанию, а также философии, в частности, к Аристотелю. В Италии тогда был пик увлечения античностью. Все на ней помешались. Одна за другой открывались платоновские академии. Так что Савонаролла в юности всеми этими делами увлекся. Получил сильное гуманистическое образование. Он даже писал стихи и играл на людне. В общем, я хочу сказать, был нормальным молодым человеком, пока она не перевернула его мир с ног на голову. Во всем виновата любовь. В юности он влюбился в незаконно рожденную дочь знатных изгнанников из соседней Флоренции. И предложил ей руку и сердце. Но ее семья решила, что Савонаролла, этот сын купца, им неровня, и парню в женитьбе отказали. Это его очень уязвило. Он, обидевшись, ответил, что его хотя бы родили в браке. Есть версия, что он даже принял яд, но все-таки выжил. Как бы там ни было, он навсегда перестал интересоваться женщинами и ушел в монастырь. Вы представляете, какой переворот в мировоззрение? И это только начало. Он тайно бежал из дома и оставил в комнате незавершенную поэму о презрении к миру. Там он говорил, что нужно бежать из этого мира прелюбодеяния, садамии, убийств и зависти. Вот так он воспринимал все, что вокруг него происходило. Напряженное время. Даже не представляю, как он был подавлен, но знаю, что ему помогло бы расслабиться. Вот эта штука. Она помогает в первую очередь от болей в спине, шее и пояснице. А вы знали, что 9 из 10 людей уже в 30 лет имеют грыжу или протрузию в позвоночнике? Я в шоке. А многие терпят боли и не обращаются к врачу. Этого ни в коем случае нельзя делать. Идите к специалисту. А еще помочь может запатентованная методика Кордус Сакрус. Она основана на принципе мануальной терапии и нетравматична. Его анатомические вершины погружаются в глубокие мышцы на 3 сантиметра. Это снимает спазм, основную причину боли. Такую глубокую проработку не обеспечивает никакой другой мануальный или аппаратный метод. Поможет с такими патологиями, как спазм мышц позвоночника, межпозвонковая грыжа, ущемление седалищного нерва, сколиоз и другие. Избавит от головных болей, улучшит гормональный фон, поможет подготовиться к беременности и восстановиться после. Хорошо влияет на мужское здоровье, если вы понимаете, о чем я. А это новая модель аппарата Кордус Кордус Вибро. Вибрация поможет при боли даже в запущенных случаях. Снимет стресс и улучшит сон. Цена одного аппарата всего 4900 рублей. Как пара сеансов массажа. Если за месяц методика не поможет, производитель аппарата просто вернет деньги. Но за 10 лет возврат составил менее 2%. Представляете, методику используют в 48 странах, а в России она еще не так популярна. Ее придумал члябинский нейрофизиолог Юрий Корюкалов. По данным мировых продаж, эффективность метода составляет 97%. Подробности, ссылка на сайт и код на скидку 10% в описании под роликом. Не забудьте ознакомиться с противопоказаниями и проконсультироваться со специалистом. В Италии того времени было множество монастырей. Савонаролло выбрал монастырь доминиканского ордена в Болонье. А он славился суровыми порядками. Во времена, когда церковь правила миром и утопала в роскоши, Савонаролло стал законченным аскетом и полностью погрузился в изучение религиозной философии. В монастыре он сделал головокружительную карьеру. Всего через три года после пострига с дипломом о высшем богословском образовании его отправили читать лекции сначала в родную Феррару, а потом через пару лет во Флоренцию, в монастырь Сан-Марко, чтобы он учил богословию и толкованию Библии братьев. И вот этот аскет в святая святых в Флоренции, городе, полном радости, праздников, роскоши, денег и искусств. Джералама прожил во Флоренции пять лет. С одной стороны, горожане им вообще не впечатлились. С другой, он смог заложить фундамент своего будущего величия, завоевал огромный авторитет среди монахов Сан-Марко. Они стали его беспрекословными подручными. Лекции в монастыре он читал странные, говорил со слезами на глазах. И скорее это были молитвы, а не лекции. Он считал, что церковь погибает в разврате и роскоши. Монахам близка была его точка зрения, так что он попадал прямо в яблочко. А с горожанами действительно не пошло. Но он к тому времени говорил довольно плохо, и они не были готовы воспринимать его простую и грубую речь. Ведь все-таки они привыкли к изысканным дискуссиям философов возрождения. А может быть, дело было в том, что Савонаролы сразу очень круто взял. Начал критиковать всеми уважаемого правителя Флоренции, Флоренцо Медичи, по прозвищу Великолепный. Для монаха Лоренцо был источником зла и язычества. Ну, потому что он известный меценат, был большим поклонником античных сочинений и философии, покровительствовал художникам, рисующим на тему греческой мифологии. А вы же знаете, там практически срам один. Полуголые языческие боги и богини. В общем, они очень не сошлись по жизненным приоритетам. Часто пишут, что его прогнали, но официальных подтверждений этому нет. Скорее всего, он сам уехал. Ему нужно было совершенствоваться и подтянуть скиллы. Конечно, он мог бы найти какое-нибудь теплое местечко в монастыре или в церкви со своими-то знаниями. Но он отправился нести людям Слово Божье. То есть реально стал странствующим проповедником. И знаете, эти несколько лет очень его изменили. К тому же было одно очень интересное обстоятельство. В это время был распространен календарь от сотворения мира. В 1492 году ожидали конец света. Это семитысячный год по этому календарю. По Италии ходили тысячи странствующих проповедников с рассказами о грядущем Армагеддоне. Савонаролла примкнул к их числу. Не очень понятно, реально ли он поверил в апокалипсис или просто ему пиарщики подсказали, что в любой религии проповеди о скором конце света заходят лучше всего. С этой темой он залетел в топ. Стал нравиться слушателям гораздо больше. Он был неистовый, агрессивный, решительный. По описанию его выступлений складывается ощущение, что по красноречию он был сопоставим с Гитлером. Он тоже заводился от контакта с толпой, улавливал каждую ее эмоцию и мог ее настроением управлять. Чтобы стать еще популярнее, желательно, конечно, иметь какую-то эксклюзивную информацию от Бога или ангелов. И, к счастью, Савонаролла начал получать божественные видения и установил с Господом прямую связь. Савонаролла осознал себя пророком и начал передавать людям небесные указания. Его проповеди становились яркими, о них пошла молва. Многие специально съезжались в городок, чтобы послушать обличительные речи о церкви. И тут Лоренцо Великолепное решил вернуть проповедника к себе во Флоренцию. И это сейчас часто представляют так, как будто бы он тоже впечатлился речами монаха. Но, скорее всего, это был холодный политический расчет, потому что яркий антипапский проповедник стал бы неплохим козырем, ведь Рим и Флоренция были в оппозиции. Но проповеди монаха оказались довольно опасны и для Медичи. Не называя имен, Савонаролла говорил о тиранах, узурпировавших свободу народа, и о богатых, которые пренебрегали бедными. Горячая тема для любого времени. Его слушали все внимательнее. Савонаролла предрек Риму ужасные бедствия, и в том же году умер папа Иннокентий VIII. Через год он сказал, что новый царь Кир придет из-за гор, чтобы начать обновление церкви. И в следующем году из-за Альп пришло войско французского короля Карла VIII. Слава Савонароллы гремела во всей Флоренции. Хотя он еще даже не развернулся. У него была великая идея. Он считал, что Флоренция сможет пережить предстоящий апокалипсис, если только сильно изменится. Нужно отречься от языческой веселости возрождения, покончить с богатством и праздниками, и вернуться к истинной вере в лучших традициях самого хардкорного средневековья. Долой пьянки! Только Аскеза! Более того, Савонароллы верил, что если у Флоренции это получится, то с этого города начнется великое христианское обновление, и он станет столицей мира, Новым Иерусалимом. Начать реализацию этого дерзкого плана Савонароллы решил с того, чтобы сделать флорентийскую церковь независимой. И случилось маленькое чудо. Ватикан неожиданно для многих эту просьбу Флоренции удовлетворил. Ей была выделена отдельная тосканская конгрегация, которую, конечно же, возглавил Савонаролла. Скорее всего, новый папа Александр VI из семьи Борджия не хотел ссориться с сильным и ярким лидером, пытался выстроить какие-то нормальные отношения. Но Савонаролла всех этих стараний не оценил. Он продолжал критиковать церковь и Рим, называя его Вавилоном, городом греха, о котором мы вам уже рассказывали раньше. Папа предлагал ему архиепископство во Флоренции, и даже должность кардинала он отказался. Что ж, папа серьезный соперник. Или монах этого не понимал, или был слишком в себе уверен. Савонаролла также не собирался налаживать отношения с правителем Флоренции, Лоренцо Медичи. Он предсказал смерть Лоренца, и тот действительно вскоре умер. Говорят, перед смертью он пригласил к себе Савонароллу, чтобы тот отпустил ему грехи. Монах выдвинул три условия. Признаться во всех своих преступлениях против веры, раздать все имущество бедным, и отказаться от своих властных полномочий, возвращая во Флоренцию нормальный республиканский строй. Флорентийская республика находилась в упадке, и была почти полностью подчинена Медичи. Когда Лоренцо услышал все эти требования, он просто отвернулся и умер. Монах требовал невыполнимого. И самое главное, что после его смерти Савонаролла стал главным во Флоренции. Как? Во всем виновата трусость. Французские войска, пришедшие из-за Альп, вошли в Тоскану и начали ее очень жестко грабить. Они приближались к Флоренции, и ее правитель, глупый и бездарный сын Лоренцо, Пьера Невезучий, был изгнан из города. Охваченные ужасом флорентийцы бросились за помощью к Савонаролле. Тот встретился с королем Карлом VIII, церковник и завоеватель, о чем-то долго говорили, после чего французские войска вошли во Флоренцию мирно, никого не трогая, и разграбили только брошенные дворцы Медичи. А Савонаролла получил союзника и покровителя из сильной соседней страны. Начинался зенит его могущества. Он был уже так популярен, что выступал не в церквях, а на площадях, чтобы его мог услышать весь город. И знаете, его последователями были не только темные простолюдины, но и знатные люди, и даже общепризнанные гении возрождения. Например, Сандро Боттичелли был предан ему до самой смерти. А вот другой гений, Микеланджело, покинул после проповеди Флоренцию, хотя тут на самом деле не все понятно, потому что в 1496 году его позвали работать в Рим. И об этом я вам расскажу в следующем выпуске. Это был самый пик Возрождения. Великие гении ходили по одним узким улочкам и задевали друг друга плечами. Савонарола был настроен это Возрождение подавить. И у него была для этого власть. Я уже говорила, что сын Лоренцо Великолепного, Пьера Медичи, выгнали из города. Так вот, флорентийцы его рот свергли и вернулись к республиканским традициям управления. Вы знаете, быстро выяснилось, что оказывается, горожане ни о чем друг с другом договориться не могут. И единственный авторитет, перед которым все склоняются, это монах Савонарола. Согласитесь, неплохо он устроился. Так как тот был не флорентийцем и к тому же монахом, он не мог занимать официальные должности. Но вскоре город полностью попал под его влияние. Савонарола прочел флорентийцам проповедь, в которой объявил себя пророком и рассказал о своем мистическом приходе, путешествии к Деве Марии. Он преподнес ей подарок, выкованную во Флоренции золотую корону и попросил рассказать о будущем. Она сказала, что путь будет трудным как для города, так и для него. Но Бог выполнит свои обещания. Флоренция станет более славной, более могущественной и богатой, чем когда-либо, простирая свои крылья дальше, чем кто-либо может себе представить. Небеса защитят город от врагов и поддержат его союз с французами. В Новом Иерусалиме, которым будет являться Флоренция, выцарятся мир и единство. Но согласитесь, если Дева Мария пообещала, то спорить тут бесполезно. Закончил он свое выступление сообщением о том, что теперь Флоренция объявляется им королем, лично Иисуса Христа. Да, вывод, конечно, сильный, да. Но вы поняли. По сути, он поменял республиканский строй города на теократический. Это когда власть в руках духовенства. Теперь за спасение душ во Флоренции взялись по полной. Приняли новые законы против садомии, супружеской измены, пьянства в общественных местах и других моральных нарушений. Они встретили почти полную поддержку горожан. Недавно веселые флорентийцы теперь ударились в религию. Севонаролы во время проповедей ругал женщин за драгоценности и наряды. И скоро почти все в городе стали ходить в черном. Сотни мальчишек записались в специальные патрули, которые проверяли, все ли на улицах Флоренции выглядят благопристойно. Вы себе можете это представить? Во Флоренции заполыхали костры тщеславия, на которые горожане приносили дорогие им прежде предметы роскоши. Картины, красивую одежду, драгоценную посуду, карнавальные маски, музыкальные инструменты полетели в костер и сочинения Петрарки. Как объяснял проповедник, все эти красивые вещи в лучшем случае были суетой и тщеславием, а в худшем – кознями дьявола, желающего погубить человеческие души. Есть версия, что художник Паттичелли принес на костер несколько своих работ. Никто не знает точно каких, но предполагается, что неких ранних этюдов. Свои великие работы «Рождение Венеры», например, художник сжечь не мог, потому что они давно хранились у Медичи, а те такими глупостями не страдали, и его шедевр спасли. В Риме папе Александру происходящее нравилось все меньше и меньше. Еще бы! Он укреплял свою власть, ему не нужен был рядом альтернативный религиозный лидер. Когда Савонаролло отказался вступать в антифранцузский союз, папа понял, что со всем этим пора заканчивать, и приказал монаху явиться к нему в Рим. А Савонаролло ответил, что чувствует себя как-то не очень хорошо и вообще боится, что его убьют. Папа был в бешенстве. Савонаролле на руку играло недавно появившееся чудо техники. Сто раз прадедушка телеграм-каналов печатный станок. Почти каждая проповедь Савонароллы записывалась слушателями и быстро публиковалась, распространяя по Италии слова мятежного проповедника. Это тоже была проблема, которую папе надо было решать. И папа не придумал ничего лучше, как просто запретить Савонаролле проповедовать. Сначала он его слушался, но потом понял, что его популярность стремительно тает, поэтому забил на все запреты и развернулся вовсю. Мальчишек в этой флорентийской полиции нравов было уже 1300 на 70 тысяч населения. И они ходили не только по улицам, нет, врывались прямо в дома и искали там запрещенное светское искусство. Я вот не могу представить, что ко мне домой врываются какие-то мальчишки со словами «О, что это у вас тут запрещеночка? Книжечки, значит, читаем?» Ребята, обстановка в городе быстро накалялась. Так как монах теперь управлял экономикой, то он сосредоточился на помощи бедным и нуждающимся. Вскоре Флоренция зажила в чем-то вроде социализма. Начались проблемы с экономикой. Богатые люди, купцы и менялы, на все это посмотрев, начали покидать Флоренцию один за другим. Вскоре в городе начался чуть ли не голод. Помимо неадекватности главного руководителя, ситуацию еще усугубляла сложная внутриполитическая обстановка. Последователей Савонаролы называли белыми за цвет одежды или плаксами, потому что они часто рыдали во время его проповедей. Вот такие ребята, да. Им противостояли беснующиеся, которые выступали за аристократическое управление городом. И серые сторонники клана Медича. Между группировками шла агрессивная уличная война. Противники монаха пытались срывать его выступления. Сторонники тоже совершали налеты на оппонентов. 12 мая 1497 года папа Александр VI назвал учение Савонаролы подозрительным и отлучил его от церкви. Что же сделал Савонаролы? А он отказался повиноваться отлучению и заявил, что несправедливо отлученный имеет право апеллировать к Вселенскому собору, а до его решения вот эти все буллы папы он им не подчиняется. В это время он выпустил книгу «Триумф креста», в которой защищал истины католического вероучения, объяснял догматы и таинства католической церкви, то есть утверждал себя как более авторитетного католического лидера, чем развращенный и аморальный папа Александр VI. В общем, он снова шел напрямую против официальной власти, надеясь на поддержку народа. Что же было дальше? Давайте посмотрим. Александр VI, папа Александр VI был уже просто на пределе. По-хорошему никак не получалось. И папа поставил Флоренцию перед выбором. Либо они сажаются вонаролу в тюрьму, либо он накладывает на Флоренцию интердикт. А это полный запрет всех религиозных ритуалов. То есть люди не могут незаконно пожениться, неправильно похоронить своего родственника. Флоренция раскололась. Дискуссии на ее улицах нередко перерастали в рукопашные схватки. Одни были яростно против саванаролы, другие не менее яростно за. И в такой накаленной атмосфере один монах вызвал на испытание огнем любого, кто считает незаконным отлучение саванаролы. Вызов принял другой монах. Но все сразу решили, что участвовать против францисканца должен сам саванарола. Хотя тот и не вызывался, отказываться не стал. Пока участники спорили о процедуре, все-таки испытание огнем это не шутка, тут каждая мелочь важна, многотысячная толпа флорентийцев стояла на площади с горящими кострами и ждала. Прошло несколько часов, монахи все спорили. И вдруг пошел дождь, который погасил горящие костры. Все разочарованные разошлись. Но саванаролы сделал глупость. Он заявил, что это дождь и был его победой на испытании. Ох, разочарование флорентийцев превратилось в ярость. Народная любовь по щелчку пальцев стала ненавистью. Флорентийцы пошли на штурм монастыря Сан-Марко. Монахи отбивались. Саванаролы так сильно обновил монашеские правила, что они, как оказалось, собрали в монастыре оружие и много с ним тренировались. Однако выстоять против всего города они, конечно, не могли. Саванаролы был схвачен и брошен в башню под издевательским названием «гостиница». Это была самая суровая тюрьма во Флоренции. Его пытали 44 дня. Эти дни стали для него адом. Утром он отказывался признавать себя лжепророком. Весь день его ломали, к вечеру он признавался, что все видения придумывал, а на следующее утро вновь отказывался от своих признаний. И все начиналось заново. В промежутках между пытками на каменном полу гостиницы он написал два стихотворения, одно из которых называется «Ой, я несчастный». Как-то после долгой пытки его уже полностью сломленного спросили, а зачем он придумывал все эти видения и говорил все те слова. Саванаролы ответил, потому что тогда я был богом. 23 мая 1498 года он и двое его приближенных были повешены на одной из площадей Флоренции на глазах огромной толпы горожан. Висящие мертвые тела были сожжены, а их прах выброшен в реку. И хотя многие в толпе ликовали, уже на следующий день на месте казни появились цветы. Сейчас там находится памятная табличка. Уже в следующем столетии папа оправдает Саванаролу, а потом он станет знаменем обеих сторон во время реформации. Мартин Лютер объявит Саванаролу своим предшественником, ведь тот критиковал порядки в католичестве. А его противники наоборот будут считать Саванаролу образцовым католиком, ведь тот хоть и критиковал папу, но от догм католичества не отступал ни на шаг и в последнем своем крупном труде по сути пропагандировал католичество. Интереснее всего о падении Саванаролы высказался его современник Маккиавелли, тоже флорентиец, видевший всю эту историю своими глазами. Он писал, если бы Моисей, Кир, Тесей и Ромул не были вооружены, они не смогли бы долго обеспечивать соблюдение своих законов, как это случилось в наше время с фра Джеролама Саванаролой, который был уничтожен сразу же, как только толпа перестала в него верить, и у него не было средств поддерживать стойкость тех, кто верил, или заставить поверить неверующих. И действительно, Бутисов и Нарол и последователи войны, как, например, у Мухаммеда, возможно, он мог бы как минимум сильно изменить историю Италии, или даже создать какую-то обновленную христианскую империю со столицей во Флоренции. Но приближенные его были простые монахи, умеющие только говорить и молиться. Да и сам он был всего лишь таким же монахом, хоть и очень одаренным. И как только вера в него пошатнулась, он сразу оказался беспомощным и беззащитным. А какое у вас вызвало ощущение и впечатление Савонарола? Вам как кажется, он злодей или наоборот праведник? Напишите нам в комментариях. А еще поставьте лайк этому видео и проверьте, подписаны ли вы на наш канал. С вами была рубрика История Сортификс. Я Алина Сопова. Всем пока и до следующего выпуска про Микеланджело. История